С наступлением тепла горожане меняют автомобили на велосипеды, а также на гироскутеры и электросамокаты. Такой транспорт до середины апреля часто попадает в сводки ГИБДД. 11 апреля на улице Чапаева в районе 4 часов вечера автомобиль «Деу Нексия» выезжая за два раз сбил мужчину на электросамокате. В результате у последнего диагностировали ушиб грудной клетки и поясничной области. После осмотра отпустили домой. Всего за неделю сотрудники ГАИ зафиксировали 135 нарушений. Задержано 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Три нарушения по 12.8.1, один отказ от освидетельствования и одно правонарушение управления в состоянии опьянения ранее лишенным права управления транспортным средством. 15 саровчан не оплатили штраф в срок. 21 человек решил не пристёгиваться ремнями безопасности. Пятеро пешеходов нарушили правила ПДД. Также пренебрегли правилами дорожного движения трое велосипедистов. За минувшую неделю зафиксировали 8 ДТП с материальным ущербом. Также хотел бы довести до водителей нашего города, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 9 апреля номер 626 действия российских национальных водительских удостоверений, срок действий которых истекает или уже истёк с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, подливается на три года. Вносить дополнительные изменения в удостоверения не нужно. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.